Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетом Ильюжи Александр, это игра Super World Box, и видос называется «Эксперименты». Ведь сегодня мы с вами проведём действительно грандиозный опыт, который мне порекомендовали в комментариях. Ну а звучит он примерно так. А что если представить мир, в котором каждую минуту будут происходить какие-нибудь бедствия? По-моему, звучит очень эпично, и я даже тут набросал небольшое количество пунктов, которые могут случиться с жителями. Итак, первый — это «Царь-бомба», второй — «Напалм», третий — «Монета бесконечности», четыре — «Крабзила», пятый — «Опухоль», шесть — «Серая слизь», семь — «Зомби-инфекция», восемь — «Чума», девять — «Дракон», десять — «Ходячие дома», одиннадцать — «Летающая тарелка», двенадцать — «Палец Бога», тринадцать — «Безумие» и четырнадцать — «Башня огня». Возможно, я что-то упустил, но я старался добавить сюда максимально разрушительные бедствия, чтобы было веселее. И прежде чем мы начнём, мир не мешало бы немножечко заселить. Итак, жители появились, и можно сказать, что вот-вот стартанёт первая минута. К сожалению, включить на телефоне и рандомизатор, чтобы выбирать рандомное число, и секундомер у меня не получится, поэтому я буду, ну, наверное, приблизительно смотреть на одну минуту. Вот-вот у меня щёлкнет двадцать семь, и это и будет начало эксперимента. Сейчас у меня двадцать шесть минут, ну, а за это время люди, наверное, смогут немного расплодиться, возможно, эту землю заселить, начать сеять пшенов, воевать, размножаться, строить корабли, захватывать новые земли. И это, наверное, даже неплохо, потому что скоро их ждут ужасные испытания. И этих испытаний будет много. Кстати, тут у нас живут люди, здесь у нас живут орки, тут у нас тусуются дварфы, ну, а здесь у нас балдеют эльфы. Эльфов и дварфов я решил в этот раз вынести на отдельные островки, пускай они там занимаются своей обычной жизнью, никому не мешают развиваться. Ну, а люди и орки, сложилось так, что им обычно приходится хуже всего. Ну, хуже всего оркам, конечно, но и люди от них недалеко отстают. Они, наверное, на втором месте после орков. Это если составлять рейтинг страданий, да? Такие вот дела. Ну, а чувствуют себя классно дварфы и эльфы. Эльф всегда себя более-менее, а дварфы прям в последних обновлениях просто боги планеты какие-то. Но есть, друзья, еще один маленький пункт. А как мне решать, когда и в каком месте будет происходить событие? Может быть, стоило разделить еще планету по регионам? Типа 1, 2, 3, 4, 5 квадрат, 6, 7, 8, 9, там 10 квадрат, ну и, например, на 30 областей. Если эксперимент будет признан и мной, и вами удачным, то в следующем мы сможем пройти дальше. Ну, а у нас 28. Мы выбираем рандомное число и получается 7. Нет, не 7, 4. Крабзила, друзья! Ха-ха-ха! Людям с первых минут приходится не сладко, потому что выходит, мать ее, за ногу, крабзила! Она вылазит, как всегда, из воды, и я буду ей управлять. Я немножечко постараюсь и тут порушить землю. Так, с полгорода снесли. Потихонечку двигаемся сюда, здесь половину сносим. И это, наверное, не круто, ведь они ничего не могут мне сделать. Они развелись недостаточно хорошо, а крабзила уже вылезла. Ну, и по дворфам пройдемся. Они даже не пытаются на меня нападать. И что, крабзила по итогу будет бегать бесконечно, разбрасывая все вокруг и сжигая эльфийские города? Да, это, наверное, из всех испытаний, которые могли случиться, самое суровое. Во дело, во дело. Ну, ладно, я из крабзилы могу выйти, потому что она уже ущерба нанесла достаточно. Всем. У всех половина города разрушена. Правда, у дворов не половина, поэтому я решил еще больше разрушить. Я даже немного постою здесь. Пускай они попытаются меня атаковать. Эй, пару лучников. И те косые, кривые. Ну, у меня тоже, правда, клешни немного косые, кривые, но все же. Они что-то подбегают ко мне, вроде и бьют своими деревянными мечами, а вроде бы и не получается. Дома полыхают. А убегать я тоже не могу. Ну, в общем, друзья, такие вот дела. Давайте с крабзилой завязывать. Происходит атомный взрыв прямо у дворфов. Но ничего страшного. Они это пережили. А тем временем настала очередь следующего испытания. Поехали. Следующая цифра у нас это один. Царь бомба. Ха-ха-ха. Ну, что-то одно лучше другого. Царь бомбы я сброшу всего лишь навсего одну. И сброшу я даже не знаю куда. Ну, давайте орком вот сюда ее сбросим. Пэмс. Нормально. Через минуту будет следующее испытание. Может быть, это будет зомби-вирус. Может быть, это будет инфекция-безумие. Но, а этим ребятам плевать на испытание. Они смотрят на всю эту ситуацию как будто бы так всегда и было. Как будто бы так оно и должно быть. Ничего не происходит. Ну, вылез какой-то гигантский краб. Окей. Бахнулась огромная царь бомба. Пойдет. Ну, так вот и живут. Так вот и существуют. Ну, следующее, следующее. Сейчас будет следующее. Мне не терпится. Я бы мог эти рандомные события кидать, ну, не знаю, каждую секунду. Может быть, и это стоит продумать. То есть, только мы что-то одно использовали, сразу же выходит на сцену другое событие. Блин, сама идея по себе классная. Опа. Следующая минута. 31. Попробовать случайное число. И у нас выпадает 9. Дракон. Ну, в общем-то, не особо-таки и страшно. Ну, драконов получилось немножечко больше. Но с ними, я думаю, получится справиться. Фаст спаун мы уберем. Потому что один дракон на такой огромный мир, это было бы супер несущественно. И ничего серьезного. Никаких бы повреждений этот дракон нанести бы не смог. А сейчас этих драконов быстро перестреляют. К тому же жители уже столкнулись с Крабзилой. Друг с другом они начали строить оружие. Вооружаться луками, копьями, стрелами. Хотя один, блин, дракон полностью тут все разрушает. Но мы-то с вами знаем, что в вопросе выживания драконов и живых существ обычно побеждают живые существа. Вон, дварфы прогнали своего дракона, но не убили. Прикольненько. Следующее испытание, друзья, уже следующее испытание. Понеслась. Что же это будет? А это у нас 12. Палец Бога. Он будет только один. Пожалуйста. Он где-то в центре карты, я его заспавнил. Практически в центре. Хотя разницы никакой нет, потому что контролировать палец Бога ну просто невозможно. Он делает, что ему вздумается, когда ему вздумается и где ему вздумается. И уничтожить я его даже и не смогу. Ну а население планеты стремительно приближается к нулю. Вот. Многие задавали под прошлым роликом почему я не включаю границы королевств и названия городов. Ну не знаю, друзья, меня, например, эти плашки, они меня подбешивают. Не знаю, что-то они как-то раздражают меня и закрывают с собой весь мир. То есть на саму планету смотреть не получается. Ты смотришь на границы и названия городов. Не очень удобно, но в этот раз я включил. Все-таки чтобы можно было понять, где и что происходит. У нас тут следующая минута. Поехали. Следующее испытание. Что же это будет? А это у нас 11 летающая тарелка. Ну, в общем-то не супер страшно. Погнали. Одна. Опять же где-то в том же месте, в центре. Посмотрим, чем она будет заниматься. Ну да, начнет выжигать потихонечку, полигонечку. Дварфы и эльфы пытались подстрелить ее с помощью луков. Ну, а драконы продолжают сеять хаос разрушения на пару с пальцем. Кстати, дракон это... Блин, это дракон постоянно здесь. Его все никак не могут убить. Ну, а чувствуют себя наиболее комфортно люди. И орки, кстати, неплохо себя ощущают. Нормально эльфам тут. Ну, в принципе, у них есть шанс разродиться. Если, конечно, дракон не будет сильно докучать, а дракона еще четыре штуки в мире, даже пять, шесть, семь. Охренеть, я думал, драконов перебили, а стоит внимательнее присмотреться, их еще дофига. Следующее испытание подъехало. Ха-ха-ха! Так, что это у нас? 14. Башня огня. Давайте устроим башню огня. Ну, например, опять же, где-то... Я даже и не знаю, тут все замазано пальцами. Ну, пускай она будет где-то вот тут. Одна башня огня на острове. Очень большая дальнобойность у нее. Так-то. Прямо очень серьезная. Люди убили дракона. Молодцы! Власть огня низвергнута с небес на землю, и драконы теперь будут дальше лежать мертвые в земле и гнить. Я только за. Оп, еще одного дракона убили орки. Молодцы! Просто прекрасно. А, летающая тарелка тут хаос устраивает еще тем временем. Хе-хе! Ну, вроде бы зеленая летающая тарелка, зеленые орки могли бы попытаться найти общий язык, как-то договориться, но не в этот раз, да? Жаль, она никого не похищает. Вот это было бы круто. Следующее испытание. И это у нас 4 Опять крабзила Блин, ну, что не сделаешь ради эксперимента Опять крабзила Поехали Так, я чё... Нет, всё нормально Всё нормалды Так, скрабзила Ну, крабзила вышла Продолжаем сеять хаос Пускай крабзила ходит где-то минуту и всё разрушает Минута закончится, я выйду из режима крабзилы Но сильно прямо всё коцать я не собираюсь Дварфам хотелось бы ещё дать шанс Эльфам на самом деле тоже Поэтому давайте, пожалуй, спустимся куда-то вниз И немного поразрушаем вот здесь Так, скрабзила очень выборочно относится сегодня к разрушениям Там немного, здесь слегка Вот так Ну, я думаю, на этом крабзиле достаточно Давайте следующее испытание И это у нас будет Одиннадцать Тарелка, ещё одна летающая тарелка Погнали Пришельцев становится всё больше и больше Следующее НЛО появляется рандомно И вот так мир выглядит буквально после нескольких испытаний И пальца бога Кстати, я пальца бога не вижу Либо, играя за крабзилу, я его уничтожил Либо Я его взорвал ядерным взрывом Куда делся палец бога? Наверное, это к лучшему, что он прекратил своё существование Потому что было уж как-то Ну, совсем жёстко Прямо скажем, прям очень жёстко Летающая тарелка Два дракона вижу, друзья Одного снизу Но, в принципе, у него по-любому должно быть уже мало хп Конечно, это можно проверить Ай-яй-яй Показывает детали существ Я не могу О, вот дракон 315 хп Блин, ему ещё жить и жить Он одноглазый Он у нас искалеченный Ветеран Непреклонный Регенерирует Короче, если он будет регенерировать и дальше Его не убьют никогда А у нас следующее испытание, друзья Не стоим на месте Это у нас цифра 6 Серая слизь Погнали Вот она, наша любимая серая слизь Но, может быть, не наша любимая Но я её очень люблю Начнёт она распро... О, ну это, по-моему, финиш уже Хотя нет соприкосновений с водой Она перестаёт существовать Но она всё равно довольно сурово распространяется Особенно тут Она ещё везде распространяется И съедает абсолютно всё Маленькие участки земли, конечно, останутся существовать Но весь мир будет уничтожен практически полностью Это довольно сурово Пожалуй, это самое суровое, что происходило с этой планетой Ну, с ума сойти Тут, кстати, уже пора бы и следующее испытание проводить Погнали Ну, это безумие Следующее у нас 8 чума Ну, чумы нам только не хватало Давайте используем чуму Хотя и без чумы тут уже всё очень досадно По-моему, с серой слизью был Самой малости перебор Вот так выглядит планета Это реально водный мир Ещё и с летающими драконами Надеялся, что вот этот кусочек земли перестанет Останется существовать Но всё-таки нет Зря я на это понадеялся Ну и всё Всё скоро Планета вымерла просто Даже не пришлось использовать чуму Ну вот, друзья, такой эксперимент Надеюсь, вам понравилось Пишите, что вы думаете на этот счёт Опа, тут кто-то выжил Они выжили! Это орки! Чума на орков Оставшихся в живых Офигеть, они живые ещё Куда, интересно, они плывут? Так, я всё-таки использовал чуму Значит, эксперимент не окончен Кто-то из орков болеет чумой Сможет ли он... Он не сможет передать Своим родственникам Потому что он просто умрёт Ну, орки... А кто тут у нас? Кто это? Это чё у нас? Чё это какая-то... Комарик летает? Или муха? Так, ну, парочка, парочка точек есть Кто-то даже добрался до земли Последние выжившие аборигены Но они болеют? Я больше чуму не подкидывал И мной им уже не так уж и хорошо Здесь орки умирают Причём один орк убил другого Они будут сражаться? А, орк убивает заражённого чумой Ну, следующее испытание Как бы пора уже Это у нас три Монета бесконечности Как вовремя Памс, существ удалено 9 Идеальный баланс Ну и, по-моему... Да, у орк ещё есть один живой Но он вот-вот отъедет от голода И того у нас, что мы имеем Ни одного королевства Существ населения 2 Один из них орк А второй из них дракон Ну, вот эту муху считать живым существом Я думаю, не стоит Или дракона не стоит считать живым существом Тоже А орков на самом деле больше Ну, потому что я больше не вижу ни одного орка А вот тут Тут, друзья Второй орк Но он, по-моему, немного захворал Да? Деревооружие Пацифист Пацифист Нигде не написано, чем он болеет Но чувствует он себя не очень хорошо Следующее испытание тогда Погнали Три Опять монета бесконечности Да? Чё, серьёзно? Жёстко как-то Опять Существ удалено 4 Но Один орк всё ещё существует, друзья А, нет Да Население 1 Ну И думаю, вот этого товарища Можно считать победителем мира рандома Если вам понравилось это испытание И вы хотели бы увидеть ещё нечто подобное Напишите об этом в комментах Можно будет провести Но немного изменив условия С вами был Перпятум Ильжи Александр До новых встреч Всем удачи Пока Будьте счастливы Субтитры создавал DimaTorzok